Неудачная выездная серия в новом году и пятая строчка конференции Востока. Вот с таким результатом мы подошли к игре с московским ЦСКА. Но это не повод унывать. Нефтехимик идет вперед. На льду разговаривать, чувствовать себя хорошо на льду. Чтобы было взаимопонимание между собой. Чтобы защитные нападающие хорошо себя отыгрывали. Тогда они смогут, мне кажется, выиграть ЦСКА. Что нужно делать нефтехимикам, чтобы победить? Ну, в первую очередь собраться. Поставить в первые два звена более опытных игроков. Потому что на выездной серии у нас в первых двух звеньях были молодые игроки. И себя продлил только Рафаэль Битмулин. Ожидаем, конечно, от нашей команды всегда побед. Но я думаю, что матч состоится тяжелым. Но все-таки мы всегда болеем за нефтехимик. Всегда за них держим кулаки. Нефтехимик вперед! Музыка Музыка Был перерыв. Не играли. И команда такая хорошая, сильная. Поэтому они начали чуть поактивнее. Но мы потом забрали инициативу. И, в принципе, тоже очень хорошо атаковали и играли. Музыка После двух периодов шут 1-0 в пользу нефтехимика. И что вроде бы хорошо. Но ЦСКА, несмотря на то, что этот матч почти ничего для них не решает, расслабляться нашей команде не дает. Музыка 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 Шайба попала. Болтик отлетел. Так у меня есть второй шлем, но почему-то его не взяли. Решили почему-то не Макара шлем. Но сработало. Музыка 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 Музыка